Мой брат старше меня на 5 лет. Зовут его Андрей. Еще 10 лет назад, когда я учился в 8 классе, мы жили с родителями в двухкомнатной квартирке на отшибе города. Родители жили в одной комнате, ну а мы с братом делили другую. По такому случаю нам поставили двухъярусную кровать в целях экономии пространства. В тот день родители уехали к знакомым за город и заранее предупредили, что вернутся только завтра. Проселочные дороги в нашей стране сами знаете какие, особенно после дождя. Этим моментом я, конечно, воспользовался, чтобы погулять подольше. Поэтому пришел домой уже далеко за полночь. Решил не включать свет и сразу направился в нашу комнату. Брат уже спал на верхней кровати. «Ты спишь?» – спросил я и услышал недовольное бурчание в ответ. «Я пойду на кухню попить. Ты будешь?» Опять бурчание и ворчание сверху. Я быстро дошел до кухни, набрал полный стакан воды, отпил пару глотков и пошел в комнату. Там я сделал еще глоток и протянул почти полный стакан брату. «Стакан скрылся наверху. Обратно сам понесешь». Проворчал я и буквально моментально отрубился на кровати. Гулянка выдалась знатная. Проснулся я от настойчивых и уже неистовых завываний дверного звонка. Я не сразу сообразил, в чем дело, но моментально глянул на часы. Там было около шести утра. Кого это там в такую рань принесло? Подумал я и поплелся открывать дверь. Я открыл дверь и увидел брата, недовольно смотрящего на мое заспанное лицо. «Ты чего это по ночам бродишь?» – поинтересовался я у него. «У Надьки родители тоже на дачу спалили. Вот я и задержался». «Вот усиленно, отлично», – ответил Андрей. «Так, значит, ты со вчерашнего дня дома не появлялся?» – забеспокоился я. «Да». Я с ужасом направился в нашу комнату. Верхний ярус был пуст. И только в изголовье кровати стоял почти полный стакан с водой.